Всем привет! Привет, ребята! А бывало ли у вас такое, что в вашей любимой игрушке ломалась одна деталька? И кажется, ну, просто одна пластмасска, что в этом такого? Но в итоге из-за нее перестает работать вся игрушка. Да, и главное, детальку эту нигде не купишь. И из-за этого любимая игрушка летит в помойку. Но не торопитесь выкидывать. Сначала попробуем напечатать детальку на 3D-принтере. Да-да, вы не ослышались. Именно на принтере. Только не путайте этот принтер с теми, которые стоят у вас дома. Это специальное оборудование. И чтобы работать на нем, нужно освоить новую профессию. Сегодня мы поговорим о такой профессии, как инженер 3D-печати. И узнаем, что же такого интересного можно напечатать на 3D-принтере. В 1983 году во Франции три инженера проводили эксперименты и наблюдали, как ведут себя материалы под воздействием лазерного луча. В результате они обнаружили, что с помощью лазера можно не только создать особый материал, но и сразу придать ему форму. Первым объектом, который им удалось сделать таким способом, была винтовая лестница. В то же время американец Чак Халл придумал способ печати тонкого пластика слоями под воздействием ультрафиолета. После многочисленных экспериментов он смог напечатать небольшую чашку, которая и считается официально первой моделью, выполненной с помощью 3D-печати. Чак Халл тоже запатентовал свое изобретение и уже в 1988 году выпустил первый 3D-принтер. С тех пор инженеры и исследователи начали искать новые способы работы с материалами и пути создания готовых предметов. Сейчас на 3D-принтере печатают предметы интерьера, мебель, посуду, детали для автомобилей. Объемную печать применяют в медицине и строительстве. Эта технология должна облегчить жизнь очень многим. Представьте, вы сможете напечатать новую игрушку, если сломалась старая, сделать мебель или предметы декора, создать макет будущего дома, а затем и сам дом. Сейчас 3D-печать используют в стоматологии, ортопедии, активно проводятся эксперименты над созданием живых тканей и целых органов. Ученые обсуждают строительство первых поселений на Луне и Марсе с помощью 3D-принтеров. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про все тонкости своей работы. Что нужно сделать перед тем, как назвать кнопку печать? Компании, которые занимаются производством, они не могут строиться только на инженера. Безусловно, есть люди, которые обрабатывают заказы, общаются с клиентами. Это менеджеры. Задача менеджера заключается в том, чтобы собрать как можно больше информации о проекте. Соответственно, собирается вся информация, доступная нам, и мы определяемся с тем, как будем работать далее. Либо же мы получаем готовую 3D-модель, либо мы создаем ее самостоятельно по чертежам и информации, которая у нас есть. После создания 3D-модели, ей, кстати, занимаются отдельные специалисты. Это инженеры, проектировщики, это модельщики, люди, кто создают ее непосредственно в компьютере. Далее мы ее берем в работу. Мы определяемся с тем, как мы ее будем печатать, на чем и с какого материала. Этим уже занимается непосредственно как менеджер, так и технологи на производстве. После определения технологии мы готовим принтер к печати. Мы его чистим, мы заменяем материал, если это необходимо, проверяем исправность всех узлов и агрегатов. После этого мы заправляем материал в принтер. Ну и, собственно, здесь, наверное, можно сказать, что достаточно нажать кнопку «Пуск». А мы можем сейчас что-то напечатать? Например, кошку? Да, конечно, это возможно. У нас есть готовая 3D-модель для этого. В принципе, наш специалист может подготовить задание для печати с помощью специальной программы и запустить печать. Нажмем кнопку и в конце мы увидим, что из этого получилось. Здравствуйте. Привет. Какое образование нужно получить, чтобы работать на этой специальности? Любое техническое образование будет плюсом. Существуют сейчас уже факультеты аддитивного производства и интеграции цифровых решений. Как может развиваться в своей профессии инженер 3D-печати? Он может развиваться либо в сторону изучения все большего количества 3D-принтеров и технологий оборудования, что позволит стать ему универсальным сотрудником и впоследствии вырасти до технического директора или руководителя производства. Либо он может пойти в сторону роста по 3D-моделированию, развивать и улучшать свои навыки именно в этих программах и стать ведущим инженером-конструктором. А как тут наша кошка? Она уже практически готова к печати. Как раз сейчас мы загружаем эту модельку в специальную программу, которая подготавливает саму 3D-модель к печати. То есть создает управляющую программу. Мы это сможем видеть в режиме реального времени. Прямо сейчас при нас это происходит. Мы ее подготовим и отправим в печать. Вот наша кошка. Мы расставляем поддержки под все нависающие элементы, так как у нас не должно быть висящих в воздухе частей. Инженер анализирует, все ли корректно расставлено. Это было сделано в автоматическом режиме. Если нужно, что-то исправляет. И после этого нажимает на кнопку «Начать слайсинг». Слайсинг – это как раз нарезка по слоям для печати на 3D-принтере. Самым классическим FDM-технологиям. Расскажите про еще какие-то технологии. Кошка у нас печатается по самой распространенной и дешевой технологии 3D-печати – FDM. То есть там нить расплавленная выдавливается из сопла. Мы же с вами сейчас посмотрим технологию печати, называемую SLA. Там пластик жидкий изначально, и под воздействием лазерного луча он становится твердым, он запекается. Поэтому сейчас мы подготовим несколько деталей для печати в большой промышленной машине. И вместе с вами ее запустим. Поэтому помимо окошки у нас еще будут и технические детали. Вот сейчас как раз инженер это и делает. Он также расставляет поддержки под нависающие элементы и готовит детали к печати, анализируя, правильно ли они смоделированы и все ли подходит под данную технологию. Ну, собственно, он уже практически закончил, поэтому мы сможем посмотреть еще и эту технологию в работе. Вместе ее запустим. Камилла уже провела весь подготовительный процесс. А что нам делать дальше, расскажет Кирилл. Мне уже не терпится посмотреть на эти 3D-принтеры в работе. И, по сути, пол-дела у нас сделан. И есть готовый проект. А сможем ли мы сразу приступить к печати? Сейчас да, мы готовы запускать печать. Проект находится у нас на флешке. Мы переносим проект на компьютер оборудования. Загружаем в специальное программное обеспечение. И нажимаем старт. Работа запущена. Принтер начал печать, лампочка загорелась. Процесс запущен. Проект изготавливается. В камере начался процесс засветки фотополимера послойно. По окончании которого мы получим готовые изделия. А после того, как принтер заканчивает свою работу, то работа над проектом полностью заканчивается? Или он еще как-то обрабатывается? После того, как принтер заканчивает печать, мы достаем детали из камеры. И их необходимо обработать. То есть это может быть как удаление поддержек, так и финишная окраска, и финишная доработка, обработка поверхности, если у заказчика есть такое требование. Ого! Так много этапов. А что вообще должен знать инженер? Самое важное – это знать технологию, знать материалы, которые применяются в 3D-печати, и уметь пользоваться и обслуживать оборудование, на котором он работает. Чем этот список выше, тем более ценен инженер для компании. А где вообще востребованы предметы, которые вы печатаете? Предметы могут быть востребованы как у физических лиц в повседневной жизни, так и в таких отраслях, как авиастроение, приборостроение, производство космических кораблей и прочее, в зависимости от требований к материалу. А что такое 3D-сканирование и для чего оно нужно? 3D-сканирование нужно нам для того, чтобы получить цифровую 3D-модель в компьютере, существующую в реальности модели. То есть это обратное построение, реверс-инжиниринг. Здесь представлен как раз сканер ручной, с помощью которого мы и можем получить это изображение. Здесь две камеры и источник излучения. Камера захватывает изображение, которое получается с помощью света. Ну и таким образом строится 3D-модель. В данном случае мы сканируем изделие с разных сторон, вращая рукой. Бывают еще сканеры другого типа, они стационарные, там модель сама вращается. Но в принципе в этом и состоит суть технологии получения с реального объекта цифровой 3D-модели, которую мы затем можем использовать уже непосредственно в 3D-печати. А зачем нужны вот эти вот черные точки на йоде? Сканер должен понимать, какой объект ему необходимо сканировать. Эти точки помогают ориентироваться сканеру в пространстве, в системе координат X, Y, Z. По этим меткам он как раз и строит модель. Очень часто модельки могут быть симметричными, либо простой формы цилиндрической, она со всех сторон одинакова. Исканер не поймет, что сканирует он в этот момент. А так как точки расположены хаотично, он за них цепляется, это как якорь, и позволяет ему захватывать непосредственно изображение. Что вы можете напечатать на ваших принтерах? На самом деле практически все, что угодно. 3D-принтеры, они для того и созданы. Мы можем делать деталь, которую по другим технологиям либо невозможно изготовить, либо очень долго, либо очень дорого. В этом и преимущество вот этого нового направления развития производства. Поэтому можем печатать гномиков в сад, можем печатать какие-то большие фигуры, можем печатать даже дома. Такое тоже есть и вполне себе развивается, даже в России. Можем печатать технические изделия сложной формы, даже мягкие резиноподобные изделия, прокладки, какие-то чехлы для телефона. Все это тоже можно сделать. Поэтому, отвечая на вопрос, почти все, что угодно. А как 3D-печать используется в строительстве? Я читал, что даже кирпичи можно сделать с помощью 3D-принтера. И какие будут лучше? Настоящие или с помощью 3D-печати? Ну, кирпичи делать методом 3D-печати не очень выгодно, потому что они получатся очень дорогие по стоимости, и построенный дом будет просто золотой. А применение в строительстве 3D-печать нашла. Есть строительные 3D-принтеры, которые печатают бетоном, как правило, внешний каркас стен, таким образом увеличивая сроки и темпы строительства. А еще я считал, что на 3D-принтере делают детали для автомобилей. И они действительно будут прочными? Да, многие автопроизводители уже много лет используют 3D-принтеры при производстве автомобилей. Всемирные бренды, как Mercedes, Audi и прочее. Более того, существуют материалы, которые сертифицированы даже для производства самолетов и космических кораблей. А еду можно напечатать? Можно напечатать еду из шоколада, можно напечатать еду из мяса, но это пока скорее опытные и не массовые 3D-принтеры. Они не применяются в жизни так часто. Как там наши детали? Они уже готовы? Нет, им еще печатается примерно полтора часа, но мы можем посмотреть, как там они. Детали находятся в смоле, и сейчас процесс печати еще не завершился. Через полтора часа детали будут готовы, мы их обработаем и передадим заказчику. Дом площадью 600 квадратных метров был напечатан за 500 часов в Дубае и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Разработка принадлежит команде инженеров из Иркутска под руководством Никиты Чен Юнтая. Они придумали материал, устойчивый к землетрясениям и повышенной влажности. В Коста-Рике спасли тукана со сломанным клювом. Специалисты после нескольких месяцев работы на 3D-принтере напечатали протез, с помощью которого птица снова смогла самостоятельно принимать пищу и даже петь. В США в аптеках уже можно найти таблетки, напечатанные на 3D-принтере. Их преимущество в том, что лекарства можно запрограммировать на определенное время действия. С помощью 3D-печати делают реквизит для фильмов. Например, такие модели вы могли видеть в фильмах «Железный человек», «Мстители» и многих других. В 2021 году 3D-принтер доставили на Международную космическую станцию. Он может печатать в условиях невесомости, а астронавты должны будут проверить, возможно ли использовать лунные материалы в качестве чернил. Не знаю, как тебе, Камила, но мне эта профессия очень понравилась. И, по сути, она может заменить и другие профессии. Например, ты можешь и строителем побыть, если печатаешь дома, и даже медиком и кондитером. Да, это профессия для тех, кто хочет попробовать себя во всем и сразу. Ну а на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Увидимся на программе «Профи». И с вами была Камила Войтова, Данила Васильев, и всем пока! ПО ТОРМОЛЬНЫЙ ПО СТОРМОЛЬНЫЙ 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 П Продолжение следует...